Приветствую всех! Вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова и в этом выпуске бульдозер революции бульдозерит. Азимбек Микназаров созвал пресс-конференцию, на которой рассказал про 10-метровый ковер, отношение к нынешним властям и почему Ташиев не должен носить звание Героя Каргызской Республики. Будет еще про кому в Карагастане жить хорошо и даже позитив будет. Не переключайте! Сначала грозился судом, был недоволен формулировкой, с которой его сняли с должности посла Каргызской Республики в Малайзии. Напомню, там значилось, не справился с поставленными внешнеполитическими задачами. А сегодня Азимбек Микназаров созвал пресс-конференцию, чтобы рассказать, как сильно он не обижен на президента и как много он сделал для улучшения условий демиссии Каргызской Республики в Малайзии. Даже привез туда 10-метровый ковер и купил на Дордое герб и флаги Карагастана, а то совсем стыдно было перед гостями. Одна соотечественница из Индии оказала финансовую помощь, выделив 2500 долларов. На эти деньги мы на Дордое закупили флаги, герб, картины Манаса и других героев. Доставляли не через кого-то, а перевозили сами в чемоданах. Здание мы с трудом сами покрасили. Работали наши сотрудники, студенты помогали. Так мы привели наше посольство в более или менее приличный вид. Я поздравлял власть с разрывом соглашения. Это было действительно большой политической волей. Но что стало потом? Почему в итоге просили Акаева? Я давал интервью по поводу кумтера. После этого меня сняли с должности. Чиновники, получая зарплату за свою работу, за 30 лет разрушив Кыргызстан, как сегодня могут называться баатырами? Разве это баатыр? Ахаевские баатыры, бакиевские, отумбаевские, отамбаевские есть. Есть баатыры Садыра Нургаджоевича. Среди этих президентских баатыров, по-моему, самый настоящий баатыр, это баатыр моего друга Соке, отамбаев. Даже если он в тюрьме, нравится кому-то его позиция, не нравится, он все равно борется. Остальные баатыры, например, Апас Джумагулов, кем он был? Солдата Махаева был. Человек в кумторе сейчас баатыр Садыра Нургаджоевича. Давать звание Героя Кыргызской Республики тому, кто на госдолжности, неправильно. Потому что они и так должны работать во благо народа. Команда Садыра Джапарова показала хорошие реформы. И вообще, он далек от того, чтобы сказать, что нынешняя власть плохо работает. Садыра Нургаджоевича Ого, вот это ничего себе. Бульдозер все же бульдозер? Или это демонстрация того, что вот, не лишили бы хорошей должности, то и не зарабатывал бы себе политические очки, а то есть не критиковал бы. В целом-то Садыр Джапаров молодец, говорит же Бекназаров. Но вот те, кто в его окружении не так, чтобы очень. А как же я? Малыш, ведь я же лучше. А парламент этого Садыра Бекназара в принципе похвалил. Сказал, что более старшие депутаты должны учить младших, как правильно работать. Походу, уже научили. И чай, и пай пить, крутиться куда надо, и кому надо. И что вчера, что сегодня с посещаемостью. Уроков у них совсем плохо. А ведь вчера депутаты утверждали кандидатуру нового министра здравоохранения Гульнару Баатырову. И опять голосовали за отсутствующих коллег. Добрый день. Добрый день. К слову, про нового министра здравоохранения. Как пишет фактчек Ки-Джей, ее основным местом работы последние лет 10 была не какая-нибудь там больница или что-то из области здравоохранения, а центральная избирательная комиссия. Ну а вообще по образованию она медик. И еще она сказала, что некоторые из реформалам Кадыра Бешеналиева, это тот, который запомнился как аконитмен, можно бы и продолжить. Такие вот дела. А сегодня в первой половине дня на заседании парламента присутствовало всего 25 депутатов из 90. Те, кто все же дошел, подняли важные вопросы. Так, Дастан Бекеша вступился за 19-летнего активиста Ирыса Джекшиналиева. Призвал донести информацию до президента. Можно подумать, президент не в курсе. Вся страна в курсе, а президент нет. Но может, теперь будет. Парень месяц назад опубликовал пост в фейсбук. Милиция не проанализировала ничего и задержала 19-летнего парня. Он просто репостнул видео, за что ему вешают тяжелые обвинения. Ирысу Джекшиналиеву говорят, что он призывал к захвату власти. Не может 19-летний парень к этому призывать и захватывать власть. Это неправильное обвинение. Ирыс намерен учиться и мирно жить. Дайте о нем информацию президенту. Второй момент. Я хотел обратиться к кабинету министров. Наши банки заработали более 10 миллиардов сомов в течение полугода. То, что они заработали, это очень хорошо. Но они заработали нечестным образом. Они продали наличку иностранной валюты российским гражданам. А сидели на комиссиях, зарабатывали потом на наших гражданах и создавали дефицит доллара. Я считаю, что вот эти деньги, эта прибыль сейчас должна быть реинвестирована в экономику Кыргызстана. Кабмин может найти инструменты для того, чтобы обязать наши коммерческие банки реинвестировать ту прибыль, которую они получили в экономику нашей страны, и чтобы эти деньги не были выведены из страны, а работали на страну. В Ульяновске что случилось с ДТП, в котором погибли кыргызстанцы, а дети мигрантов? Вчерашняя история в Кадамджае. Родители тоже за границей. Столько проблем у мигрантов, никто их не решает должным образом. Есть международные нормы. Если там есть посол, то он должен решать все проблемы и брать ответственность. Есть три вопроса для обсуждения. Регистрация мигрантов, регистрация по месту жительства и упорядочение прохождения анализов лаборатории в Сахарова. Это показывает то, как мы не ценим их важность для нас. Даже если мы не можем им рабочие места здесь обеспечить, мы обязаны помочь им там, в миграции. Ежегодно по 300-400 воспитанников выпускаются из детских домов. Строим дома правоохранителям, сотрудникам ГКНБ, таможенникам и другим. Воспитанники детдомов остаются на улице после окончания школы. Прошу обратить внимание на этот вопрос и построить в Бишкеке и Аше несколько домов для детей, оставшихся без попечения родителей. А в селе Берлик Тюбского района просят построить новую школу и детский сад. Действующая школа в аварийном состоянии. Есть заключение комиссии о том, что там нельзя учиться. Сообщила 24КИДЖ директор этой школы Айсель Мукамбетова. Полы покрываются грибком и плесенью. Гниют. Фундамент осел, есть большие трещины на стенах. В окнах много щелей. Зимой холодно. Обращались к президенту по поводу строительства дошкольного учреждения. Приходило письмо от Минобразования, что вопросы рассмотрят в этом году. Однако не выполнили. Проектно-сметная документация школы и детского сада готова. Для них выделены участки. Просим финансирование. Каждая десятая школа в Кыргызстане признана аварийной. Но дети продолжают в них учиться. Потому что ну а что делать, если школ не хватает? Тем временем в Аше завершено строительство 240-квартирного дома для сотрудников милиции. Рассказал Садыр Джапаров на заседании Совета министров внутренних дел СНГ. И подчеркнул, что государство и дальше будет улучшать материальное и социальное положение сотрудников органов. Потому что служба и опасна, и трудна. Милиция нас всех бережет, обеспечивает права, свободы и законные интересы граждан, создает условия для мирной, безопасной и стабильной жизни в стране. В рамках реализации мер по цифровизации в общественных местах установили 2141 видеокамеру. Из них 200 видеокамер отслеживают криминогенную ситуацию в стране в онлайн-режиме через единый центр оперативного управления. До конца года запланирована установка еще более 240 видеокамер. Создано отделение по информационно-техническому обеспечению и борьбы с преступлениями в сфере IT-технологий. А для ГКНБ построено 50 зданий и приобретено 100 автомобилей. Это сам Камчбек Ташеев на днях сказал. И тоже пообещал укреплять и продолжать. Укреплять и продолжать. Вчера вот снова укреплял и продолжал. Ленточки перерезал, открыл на Иссыкуле новый медпункт и новое футбольное поле для ГКНБшников. О том ведь играть-то негде. Видео нет, только фоточки. На торжественной церемонии открытия, помимо героя Кыргызстана, были полпредпрезидента Алтынбек Сулайманов, мэр Каракола Эрмат Джумаев. Эх, вот кого надо было ставить министром образования или здравоохранения. Столько бы школ и больниц понастроил в рекордные сроки и средства бы нашел. Не из госбюджета, так хоть за деньги каких-нибудь спонсоров. За чей счет построены именно эти, медпункт и футбольное поле, не сообщается. Но ранее на портале госзакупок были тендеры от дирекции фонда развития Иссыкульской области на строительство медпункта для ГКНБ за 14 миллионов сомов и на футбольное поле за 1 миллион сомов. И что еще приобретал фонд развития Иссыкульской области для ГКНБ, мы рассказывали в нашем расследовании. Вот отрывок. На нужды чекистов за последние 5 лет фонд развития Иссыкульской области потратил почти 50 миллионов сомов. Причем большую часть из них – 21 миллион только за 2021 год. Суммарно это более полумиллиона долларов. Для районных управлений ГКНБ по Иссыкульской области фонд развития покупал ковры и дорожки с шелковым ворсом, холодильники, стиральные машины, плазменные телевизоры, люстры, офисные, пятигоршковые, машину ВАЗ Нива белого цвета, столы и кресла для руководителя, фотоаппарат с видеокамерой, журнальный стол стеклянный, кровать, мягкую мебель Париж, цвет коричневый «тройка», а еще ремонтировал здания, столовые и залы для тренировок чекистов, строил станцию для обслуживания и мойки автотранспорта управления ГКНБ. Затраты на чекистов возросли в 2021 году, когда фонд начал строить жилые дома для них. А еще мы рассказывали, еще в ноябре прошлого года рассказывали про единственный на весь Тюбский район рентгенаппарат, единственный на 65 тысяч населения этого района. Весной этого года рентгенаппарат совсем умер, потому что совсем старенький был, проработал более 35 лет, героически прошел пандемию и все же умер. Сейчас вопрос приобретения нового рентгенаппарата находится на стадии переговоров, такая вот затяжная стадия, но, надеюсь, все же вопрос решится положительно. Ну и к позитиву. Глава Кабмина Колбек Джапаров открыл новый детский сад в столичном микрорайоне Джал. Здание рассчитано на 140 мест. В столице было начато строительство 15 школ и одного детского сада. На эти цели направлено 3 миллиарда сомов. В этом году завершим еще 86 объектов образования. Идет строительство 35 детских садов. В шести детсадах идет капитальный ремонт. Еще я сказала, что начинаются реформы в системе образования по переходу на 12-летнее обучение. Воспитатели, педагоги, старшие группы в детских садах станут первыми реализовывать мероприятия в рамках этой реформы. Реформы. В школах учебников не хватает даже по таким предметам, как Крыгызский и Адабият. Но может ситуация исправится, и учебников станет больше, реформы же грядут. И учебников будет больше по всем предметам. А не так, что в школах учебников нет, а на базарах почему-то есть. И школа может быть больше появится, обещают же. И вообще заживем когда-нибудь. Вот всем ГКНБшникам дома понастроят, условия создадут, и все тогда заживем в стабильности и безопасности. Уже почти вот живем в стабильности и безопасности. Такие вот не новости, а новости читайте в нашем телеграм-канале АпрельТВ. Всем добра, пока. Субтитры сделал DimaTorzok